друзья привет с вами компания сферокар меня зовут никита и сегодня я покажу вам первый кейкар который поверг меня в шок технологичный проходимый экономичный первый кейкар кроссовер сузуки хаслер друзья первый раз когда я увидел эту машину я офигел она стояла у нас на стоянке под офисом рядом с 570 лексусом и это было прям колоссальный контраст второй раз я офигел когда готовился к сегодняшнему обзору пока изучал информацию по этому автомобилю я офигел от того количества плюсов которые японцы умудрились впихнуть в эту малышку suzuki suzuki друзья это самая основная компания которая плотно засела в сегменте кейкаров самый популярный suzuki alto это мало того что сам популярный еще и самый бюджетный автомобиль буквально за 350 тысяч рублей можно привести свежую машину проходных годов 16-17 и она отлично справляется со своими функциями с передвижением из точки а в точку б suzuki wagon r suzuki спаси suzuki solio которую может быть уже нельзя назвать кейкаром потому что она получила мотор 1 и 2 литра но все-таки недалеко ушла от вот своих предшественников от своего сегмента но машина очень классная очень большая очень функциональная и тоже очень востребованная ну и наконец первый кейкар кроссовер suzuki hustler который мы имеем сегодня на обзоре посмотрите на эту шикарную жабеху начнем с внешности как всегда в первую очередь машина действительно выглядит очень выразительно очень ярко даже не беря во внимание цвета которых у hustler в этом поколении порядка 16 штук и синие ярко и красные и зеленые желтые белые красические черные в общем на любой вкус и цвет вы можете подобрать себе вот такую малыш обратите внимание на фары на вот эти линзы блин ну неоднозначный конечно подход к внешности кто-то скажет ну блин уродство как вот люди писать в комментариях ну в тузу унылая по классно классно чем-то напоминает мини купер что-то такое не знаю с нотками шутливости может идти японии а может быть это как раз таки намек на то что это непростой какой-то кейкара прям такой не не до джип постоянно хочется сказать кейкар кроссовер друзья высокая крыша у suzuki популярна вот такое разброс по цветам да когда черная крыша у вас идет независимо от любого цвета кузова на solio bandit это самая популярная комплектация у solio очень тоже любят ее за счет того что черная крыша ну выглядит стильно реально черные зеркала черная крыша черные бы еще диски будем поставить таким выносом и смотрелся бы по гангстерски по задней части тоже резко у нас заканчивается машина хотя идешь вдоль нее и даже когда стоишь сбоку ты не ощущаешься рядом с кейкаром то что ну абсолютно здоровый холодильник полноценный себе автомобиль резкие квадратные стопари все-таки есть к это нотка кустарности в этом автомобиле как будто ее делали рубанком топором классная накладка на бампере здесь тоже вот такую короче здесь на стиле заморочились кажется как будто просто типа сделали какой-то кусок из мыла там сострогали нет а на самом деле японцы заморочились мне нравится внешне спорная конечно будет разногласия кому-то нравится такие машины кому-то нет но выбор в японии кейкаров огроменный поэтому на любой вкус хотите замыленные как nissan days пожалуйста хотите злющие агрессивные спортивные как honda n-вагон бога ради хотите маленький джип вот еще есть еще тойота танк которая может сказать увеличенная версия хаслера да примерно то же самое только побольше она разрывает вообще топы продаж по кейкаром в японии страна кейкаров кстати говоря япония очень много привилегий у вас будет если вы житель японии и владеете кейкаром во-первых потому что вы экономите место с которым японии как мы знаем беда а во-вторых вы заботитесь об экологии у вас будут желтые номера вы будете проезжать туда куда вас никогда в жизни не пустят на большом взрослом автомобиль так скажем ну и просто будете жить и радоваться яркими красками японцы позиционируют хаслер как одну из многих машин для людей с активным образом жизни эта тачка на которой реально можно съехать дороги в любой момент добраться до каких-то труднодоступных мест достать из багажника велосипед и просто рвануть в даунхил обратите внимание какие здоровенные камеры контроля полосы предотвращение столкновения у нас посреди лового стекла выглядят как реально наш система кордон которая штрафует встречных тачка штрафует встречные автомобили которые мчатся ей быстрее чем положено по японии так что ребята если видите навстречу вам едет хаслер сбавьте скорость если превышаете и все быть по кайфу у нас так и чё где у нас слушайте так классно у нас мотор да 90 кочерга хотел сказать но вот она кочерга посмотрите реально прям машина вроде небольшая кочерга дай бог каждому такую кочергу мотор r06a объемом 0 6 660 кубиков короче говоря тот же самый который стоит у нас на альтах на вагонерах и прочих малышках от suzuki на джинниках кстати говоря тоже такой же стоит вы можете получить ее на механической пятиступенчатой коробки либо на вариаторе хотите более острых ощущений лучшиной динамики почувствовать себя гонщиком даже на такой малышки можно потому что есть версии на 64 лошадиные силы с turbo компрессором короче говоря турбовый хаслер можно взять себе точно также на вариаторе мало того есть версии как на переднем так и на полном приводе что с турбиной что без но и на этом suzuki не закончил свои эксперименты по техническому оснащению этих автомобилей есть гибридная версия мощностью 1 и 6 киловатт мальд гибрид конечно говоря не полноценный тойотовскими гибридами не сравнить это система работающая как старт-стоп помогает мотору запускаться в пробках работает от дополнительного аккумулятора который находится под передней сидушкой но все равно этого хватило suzuki чтобы назвать версию свою гибридной но по факту так и есть да в солио кстати говоря такими же версиями оснащаются опять же не закончим на этом вы можете получить себе хаслер с полным набором всех технических оснащений по мотору то есть у вас может быть в одной машине реализованы и полный привод и передний и turbo и гибрид в одной и той же машине то есть турбовый гибрид и вообще такое когда не слышали я например первый раз я пока читал я офигела того что вообще это можно реализовать тем более вот здесь посмотреть на это подкапотное пространство был бы еще дизель turbo дизель гибрид полный привод на коробке японцы кстати говоря любят коробку как ни странно я думал что это уже ну отошло осталось только для фанатов которые прямо фанатеют этот этот переключатели и для водителей большой техники грузовики и так далее она все конечно же должно быть на коробке чтобы переносить и выживать в нагрузках больших но тем не менее кейкары выпускают по сей день на коробке они очень неплохо продаются по японии так что suzuki wagon r приподняли и вот эта малышка которая у нас теперь хаслер называется получила клиренс 180 сантиметров хочется 180 миллиметров почти как у x-trail до 185 ник но это ли не чудо друзья садимся в салон хаслера и офигеваем еще раз уже четвертый раз за сегодня во первых сразу бросается в глаза дичайший стиль в котором у нас здесь все исполнено первую очередь вот эта прострочка которая у нас зеленая такая же как и общий цвет кузова автомобиля в зависимости от различного цвета кузова у вас и элементы по салону тоже могут меняться и это реально прям круто еще вот прям не переборщили а сделали как в стилях вот у нас сплошной диван который мне всегда очень нравился не только в кейкарах но и во всех остальных машинах на котором можно заниматься всем чем угодно пока вас не ограничит ваша фантазия если вы выбираете версию на коробке то два сиденья у вас будут разделены вот такой вот мотыгой да с вот такой джедемовская ручка которую нас все джедемеры городские и не только накручивают вот так вот переключают передачи и занимаются точно также чем угодно здесь пока их не ограничит их фантазия обратите внимание как у нас исполнена приборная панель белый лакированный пластик с вот такими переходами как будто трубопровод но постоянно хочешь сказать трубопровод в космическом корабле мне подсказывает но блин ну классно классно очень сильно реализована во первых а вторых построить какая эргономика у вас каждая открывающаяся дверца несет в себе какую-то нагрузку это например столик остановились покушали бутерброды какие-то помимо всего прочего здесь у нас бардачок вот сюда вы можете складывать ручки карандаш и все что хаслеры обычно перевозят можно уместить вот здесь вот все классно стильно современный климат-контроль очень много опций у нас самая жирная комплектация как в техническом плане так и по оснащению то есть куча всяких кнопочек систем которые помогают вам при движении спуск с горы контроль езды по грунтовой дороге до камеры предотвращения столкновений всего остального все системы жизнеобеспечения огромный монитор на магнитофоне давайте заведем посмотрим исходя сказать очень информативная приборная панель пока на нее не посмотрел тут просто спидометр и все внизу есть маленький монитор монохромный показывает у нас расход классно кнопка старта дуйки как в реношке ну и пес с ними по материалам не самый шик конечно но не забываем о том что такие кары в принципе сегмент бюджетный поэтому но где-то где-то должна бюджетность проявлена вот вот здесь получается материал слушайте как-то я снимал обзор на suzuki solio раннего помянутого и нашел под сидушкой ведро голову на течение даю здесь она тоже есть смотреть ведро во всех сузуках вы будете в полной безопасности находясь в пробках если как в рекламе модеумы помните приперло сходить я куда дверь не открывается в пробке все плотно все вот два стола получается как в сервихе старые помните вот вам пожалуйста разложили развели пикник сзади и двое спереди один человек и прям полноценный стол можно как-то это дело зафиксировать поровнее импровизированные какие-то подстаканники нарисованы настоящий но все-таки машина у нас не самая серьезная друзья кстати говоря для всех клиентов которые у нас получают автомобили мы делаем в подарок замену масла гибрид сервисе и соответственно всех расходников фильтров старая фильтра оставляем вам в салоне чтобы вы видели в каком состоянии они были здесь кстати говоря он довольно таки чистый как воздушный так и салоны но тем не менее поставили новые машины пробег 30 . короче говоря обратите внимание какой ворс у нас шикарный как ковролин дома ковролин же это называется вот с таким ворсом где кот ложится и теряется поэтому если у вас есть кот ему понравится эта тачка голову на течение даю очень высокая крыша огромные дверные проемы место предостаточно я отодвинул сидушку назад почти до максимума и не дотянусь вот возьмите краун до какого там 95 года с огромным капотом огромным багажником место на задней сидушке но было вот так а сейчас мы сидим в кей каре 2016 года и имеем вот такой объем салона но это ли не чудо аллилуйя пойдем посмотрим багажник багажник то где а багажник то где кажете вы а я скажу получается нигде не багажник никакой но можно отодвинуть сидушки вперед поднять еще немножко спинки и получается но вполне себе приличное место для аквариума с рыбками хочется сказать можно также опустить сидушки полностью вперед раскладываться в ровный пол ночевать здесь не получится конечно если вы не карлик или не ребенок но что-то огромное положить можно типа холодильник даже соли если вот эту штуку вытащить здесь конечно не вытащишь ты ничего там получается вообще на к огроменную дыра можно до поставить просто ну да здесь у нас все-таки низковат ну рундучок под домкрат короче говоря соли вот такой вот еще фальш пол и сюда реально можно поставить холодильник полный рост так что если холодильники вам нужно возить то солью если холодильники не надо то и хаслер подойдет есть розетка прикуриватель до чтобы надувать всякие матрасы и летом на море приехали с дороги съехали по бездорожью прорвались воткнули сюда компрессор электрический и надувайте спокойно себя матрасы детские бассейны лодку лодку кстати горячего можно запихнуть спокойно веслами назад хлопну сильно спа пойдем самое главное приезде на хаслере что пристегнуться потому что кто его знает чего от этой малышки можно ожидать давайте промчим смотрел серёгин обзор прошло он сказал что очень жесткая машина я бы не сказал центр тяжести высоко у нее очень поэтому крены большие раскачивают ее но я близко что она жесткая довольно таки мягенько она у нас тут все проглатывает так что до кроссовер и как кроссовер поднимаемся в горку 160 кубиков но турбина решает видимо никогда бы не скажу что гибрид ему помогает 16 киловатт но нормально тачка разгоняется в горку прям прет не будем ее сильно душить с поворотами конечно беда на ней потому что но корен и как у брин альфарда блин да классно даже человек который не знает никогда даже не скажет наверно что здесь всего 160 кубиков вполне резвенько машина разгоняется может скорость так чувствуется но он уже 100 километров в час мы только вроде как тронулись обзорность шикарная зеркала отличные и немножко непонятно яйцеватой формы но видно в них превосходно у нас тачка и не длинная но мне нравится мне нравится жил бы в японии гонял бы на хасле друзья готовы узнать сколько денежек вам придется заплатить за вот такого красавца тогда слушайте самый старт на хаслере в самой простой комплектации на не турбом атмосферном моторе от 550 тысяч рублей естественно самый низ рынка до 600 620 можно выбрать уже в зависимости от комплектации пробега состояния хотите turbo добавляйте примерно 50000 рублей если хотите самую жирную версию по техническому оснащению по компоновке мотора turbo полный привод гибрид от 850 тысяч рублей вы должны будете выложить если не хотите там пробег 150 потому что как ни крути как бы я не расхваливал сегодня эти малышки ресурс у них не такой большой потому что 660 кубиков друзья мотор от мотоцикла хотя в японии так не считают вот этот лягушонок обошелся нам чуть больше одного миллиона рублей миллион пятьдесят если быть точным пробег 30000 у машины оценка четыре с половиной балла машина без царапинки без задоринки и будет радовать нового хозяина еще очень и очень долго в общем друзья машина полная возможности и различных сюрпризов хоть она и переводится как карманный воришка или продажная женщина мягко говоря машина создана чтобы приносить людям счастье и радовать не только внешним видом но и потрясающим набором технических комплектаций опций все чего угодно все что вот у японцев было в эту машину они впихнули и получился на вот такой хотите любите хотите нет но если вы на ней прокатитесь посидите потрогать это не любить ее но хотя бы не умилиться разочек у вас не получится напомню что в японии еще очень много различных кейкаров это сам наверно широкий спектр который японцы выпускают для себя и можно выбрать кейкар любую малышку на любой вкус поэтому друзья если интересны автомобили вот такого класса таких размеров побольше поменьше звоните наши менеджеры подскажут вам расскажут сделать вам подборочку и подберут автомобиль по всем параметрам которые интересуют именно вас подписывайтесь обязательно наш канал если еще не подписаны ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживания и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля